В Кокшетау жители микрорайона Бейбетшилик уже долгие годы не могут дождаться от властей асфальтированной дороги. Из-за ее отсутствия жалуются горожане, сюда не могут запустить и общественный транспорт. Ежедневно родителям и детям приходится пешком преодолевать почти два километра пути. На многолетние просьбы жители ответственные органы только обещают решить проблему. Азамат Кожанов продолжит тему. Микрорайон Бейбетшилик расположен на одной из окраин областного центра. Местные жители более 10 лет вынуждены месить грязь летом и преодолевать сугробы зимой. Среди них и Айгуль Бектенова. С началом учебного года этот путь она проходит по 3-4 раза в день. Детей в садик водить, в школу водить нужно каждый день. Погода слякать, дождь, холодно. Машинам трудно, даже на машинах трудно будет проезжать здесь. Не то что пешком, с детьми маленькими, с рюкзаками, с сумками, с пакетами ходим, с продуктами ходим. Обещали дороги. Надеюсь, будут дороги. Жители микрорайона Бейбетшилик от города отделяет вот эта сопка. Старикам, женщинам и маленьким детям ежедневно приходится преодолевать это трудное препятствие. Ведь основные блага цивилизации расположены на другой стороне. Школы, магазины, автобусные остановки и детские сады. Жители, уставшие от бездорожья и пустых обещаний, начали решать проблему самостоятельно. Но эти старания больше похожи на сизифов труд, сетуют они. После дождей, засыпанная общими усилиями дорога, снова превращается в большую жижу грязи. Вот эту дорогу делаем за свой счет. Собираем соседями по две-три тысячи и засыпаем песком. Но этого хватает ненадолго. А вообще нужна щебенка. В дожди здесь невозможно проехать, все размывает. Машины в грязи застревают. Это основная дорога, по ней мы каждый день ездим. Мы неоднократно обращались в Акимат, сколько уже можно. С 2006 года просим, если нам сделают нормальную дорогу, к нам хоть автобусы будут ездить. Все эти годы мы детей вводим сами. От них отпускать боимся. Сейчас зима наступит. Как быть? Снова внуки межность будут. Искать ответы на вопросы жителей мы отправились в уполномоченные органы. Как оказалось, все эти годы решить проблему власти лишь планировали. Проект утвердили только в этом году. Но средства на строительство дороги в бюджет не заложили. Как только будет финансирование, в районе появится дорога и даже автобусы. Обещают ответственные лица. В настоящий момент по строительству этой дороги проект прошел государственную экспертизу. Теперь подготовлена заявка на выделение денежных средств для строительства монтажных работ. Проект строительства предусматривает устройство двухполосного асфальтобетонного полотна дороги шириной 3,5 метра каждая полоса. Предусматривает также 14 автобусных остановок и порядка 400 дорожных знаков. По словам специалистов, строить дорогу здесь начнут в следующем году. И это в лучшем случае. А пока жителям остается только ждать и верить, что власти выполнят очередное обещание. Азамат Казжанов, Анатолий Поляны, Кокшетау, Хабар, 24.